Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я заключительный видеоролик сниму о вершинной гнили, потому что я говорила, что хотела рассказать обо всем и о народных средствах, и о покупных, потому что вершинка, судя по комментариям, беспокоит очень многих. И сейчас опять зашла я в комментарии, и там пишут поливал мелом ничего не помогло, там поливал тем-то не помогает. Я хочу до вас донести, знаете, что так же, как с человеком, растения и болезни, вот эти все растения, легче предотвратить, чем потом лечить. Не надо дожидаться, когда начнется вот эта вершинная гниль. Лучше заниматься профилактикой. У нас, конечно, парадоксальная ситуация сложилась, что я, человек, у которого никогда не было вершинной гнили, и который вообще на участке не видел ее, пытается вам рассказать об этом заболевании, казалось бы, это нелепо. Но кто, как ни человек, у которого никогда не было вершинной гнили, вот именно он и должен рассказывать. Это значит, что он уже освоил все вот эти профилактические меры, которые предотвращают появление заболевания. Именно про это я вам и говорила. Вот эта яичная скорлупа, которую мы укладываем в компост, забиваем в землю, про которую пишут, что она, в общем-то, и не помогает. Но когда в комплексе яичную скорлупу всю туда вбиваем, золы добавляем, известкование вовремя проводим, вот раскисляем почву кислую, если она кислая, потому что обычно, преимущественно на кислых и слабо кислых почвах появляется вот эта вершинка. Конечно, это не единственная причина появления вершинной гнили. Часто бывают вот эти недостаточные поливы, сопряженные с высокой температурой, погодные условия тоже влияют. И вот одна зрительница написала даже мне там на канале YouTube, что бесполезны все эти меры, вот раскислители, там зола, доломитовая мука, все, что там на каком-то канале сказали, что если будет жаркая погода, то вершинка будет обязательно. Нет, это неправда. Иначе как вы объясните, что я вот живу на этом участке, сколько уже возделываю огород? Ну 30 лет не было никогда ни разу вершинной гнили. Но погода-то у меня такая же, как у других, тоже и жара бывает, и все. Главное соблюдать именно режим полива, и даже в жаркие такие периоды, в знойные, не допускать, чтобы растения сильно мучились вот от обезвоживания. Это тоже очень частая причина возникновения вот этой вершинки. Но хочу сказать, если вы будете все профилактические меры соблюдать, то от погодных условиях это более редкое явление возникновения вершинки, чем вот от этих, то что я говорила, когда почва кислая, когда недостаток кальция, когда кальция много, но он не усваивается. Есть много причин, почему не усваивается кальций. Вот про эту селитру я вам уже говорила кальциевую. Когда я в первый раз говорила, что купить в магазине, и говорила, что можно обработать, но не увлекаться. Сейчас скажу почему. Везде написано, что если селитру кальциевую, кальциевую, вы начнете применять и очень часто, то, возможно, вы получите другой эффект, потому что азот, который приходит вместе с кальцием, он будет мешать растению усваивать кальций. Ну, короче, так. Начинаем с профилактики. Все, что можно, закладываем в грунт. Делаем сбалансированный состав грунта с помощью вот этих известкования, с помощью различных раскислителей. И если уж это не поможет, и если на самом деле у вас из-за каких-то погодных условий, еще из-за нарушения решимого полива появится вершинка, тогда уже в крайнем случае мы обрабатываем. Везде читаю, что для профилактики лучше не использовать селитру кальциевую. Ее используем только для лечения. Профилактика – это вот мел, это вот даже указывают гипс. Правда, ни разу не слышала, не видела, чтобы гипс кто-то применял. Ну, по крайней мере, у нас. У нас или извест пушонка, или вот этот вот зола, доломитовая мука. Ну, говорят, что и гипс используют. Все, про вершинку мы закончили. Нам главное знать, особенно начинающим огородникам, что это заболевание, которое, ну, можно сказать, мы сами допускаем. Что это не бактериально, это не какая-то такая злостная, патогенная микрофлора нападает на растения. Нет, это наш недогляд. Наши нарушения агротехники. Возможно, допускаем, что у нас в огороде вот такой кислая почва, мы ничего не делаем, не раскисляем. Возможно, допускаем, что недостаток кальция, ничего не добавляем, опять ничего не делаем. И вот это все, это не фитофтора, не так, что вот когда холодно и сыро, тут хоть что сделай, она все равно появится. Вершинка появляется только там, где мы позволяем ей появиться. Все профилактические меры, которые мы будем делать, и хоть пишут в комментариях, что и это не помогает, и это не помогает. Я вот живой пример тому, что если мы будем делать все это систематически, и не сильно напрягаясь, раз в сезон раскислять почву, например, два раза в сезон там добавить чего, ну, золы вот в данном случае я добавляю золы, все туда, и все будет прекрасно. Все, до свидания. Желаю, чтобы Вершинка никогда вас не посетила. Субтитры сделал DimaTorzok